Там, где живет магия, по следам Гарри Поттера в Лондоне. До сих пор в мире существует огромное количество поклонников Гарри Поттера, вымышленного персонажа из одноименного фильма, снятого в стиле фэнтези. Где, как не в Лондоне, можно найти двери в волшебный мир, сошедший со страниц книг о Гарри Поттере. Именно поэтому в Лондоне был открыт музей, посвященный этому литературному герою. Речь идет о съемочных павильонах, которые в 2012 году получили звание музея. Располагаются они в пригороде Лондона, и добраться туда из столицы можно всего за полчаса. Что же ждет посетителей музея в двух огромных павильонах студии и одной открытой площадке? А это школа волшебства Хогвартс, ее столовая, учебные кабинеты, спальни и гостиные, кабинет профессора Добладора, хижина Хагрида, зачарованный лес, банк, косая улица, бар, дырявый котел, символ одноименного бара, дом Дурсли, вокзал, откуда с платформы 9 ¾ уходил Хогвартский экспресс. Также гости музея смогут отведать уникальные сладости в кондитерской «Сладкое королевство» и попить пиво в баре «Три метлы». Во всех павильонах представлены подлинные костюмы героев, реквизиты и атрибутика, которая помогла сделать фильм таким красочным и реалистичным. Каждый желающий сможет воочию рассмотреть и потрогать макеты и чертежи кинофильма. Камера, мотор, Гарри Поттер. Начинается история волшебства. Отправляемся в киностудию Warner Brothers, которую называют одним из самых увлекательных британских аттракционов. Пройдемся в павильонном студии. Итак, пожалуй, самая узнаваемая декорация из фильмов про Гарри Поттера – Большой зал Хогвартса. Вдоль стен стоят костюмы учеников всех четырех факультетов школы чародейства и волшебства. Вся мебель и костюмы, выставленные в зале, использовались при съемках, так что трогать их руками и близко подходить не разрешается. На помосте перед учительским столом в ряд стоят манекены, на которые одеты костюмы, парики и аксессуары преподавательского состава Хогвартса. В этих костюмах были учителя школы магии на протяжении всех серий. Спальня мальчиков-гриффиндорцев. Здесь, очевидно, спал Гарри, потому что на чемодане под кроватью выгравированы его инициалы. Кроватью в спальне были сделаны подрост юных актеров для первой серии. К последней серии подросшим артистам приходилось сворачиваться калачиком. Гостиная Гриффиндора выглядит очень уютно. Гобелены, ковры и мебель искусно состарены. Волшебный грифон охраняет вход в кабинет директора профессора Дамблодора. В самом кабинете стоит профессор. Кажется, еще чуть-чуть, и он оживет, и свершится волшебное действие. Кабинет для занятия по земле зельвоваренью впечатляет множеством баночек, пузырьков и пробирок. Целая стена отведена хогвартским портретом. Известно, что в некоторые художники обманом врисовывали членов съемочной группы. Дверь в тайную комнату, которая открывается при помощи заклинания на змеином языке. Дом семьи Уизли. Нора. Позже он стал вторым домом для Гарри Поттера. Министерство магии. Телепортационные камины в Министерстве магии. Все розовое должно принадлежать Долорес. Закончим мы сегодня наше путешествие по первому большому залу павильона студии. Запретно в лесу. Громадный лес, непосредственно примыкающий к территории школы чародейства и волшебства Хогвартс. Запретным он назван из-за того, что ученикам запрещено заходить туда без сопровождения взрослых волшебников. В лесу обитают различные волшебные существа. Продолжение незабываемого путешествия нас ждет впереди. А пока мы читаем и перечитываем книги о Гарри Поттере. А что нам известно об авторе книг о Гарри Поттере? О биографии создателя Гарри Поттера Джоанни Роллинг можно узнать из книги, написанной Шоном Смитом. Сказки Барта Бидля. Это сборник, адресованный маленьким волшебникам и волшебницам. Фантастические звери и места их обитания. О фантастических существах и их образе жизни. Добрая, захватывающая история о страшном монстре и Каборге, невероятных приключениях и о надежде. Вам хочется узнать побольше о фантастических существах, таинственных легендах и волшебных мифах? Представляем вашему вниманию следующей книге. «Гарри Поттер. История волшебства». Эта книга – захватывающий гид к уникальной выставке «Гарри Поттер. История волшебства», посвященной 20-летию первой книги о Гарри Поттере. Она наполнена удивительными и причудливыми экспонатами Британской библиотеки и неопубликованными ранее материалами из личной коллекции автора Джоанны Роллинг. Книга разделена на главы, каждая из которых посвящена учебному предмету «Школы колдовства и ведьмецких искусств Хогвартс» – астрономии, телеварению, заклинаниям, прорицанию и другим. Эта книга – уникальная коллекция мифов и артефактов. Собрание мифов, легенд, удивительных фактов в книге «Волшебные миры Гарри Поттера» автора Дэвида Колберта поможет понять творческий мир Джоанны Роллинг, созданных ею персонажей и образов. Овладение лексиконом гарантирует успешную сдачу экзаменов в любой волшебной школе. Самый полный в мире запас волшебных слов, словечек и прикольных фишек для магов, которые поступают в волшебные школы в книге «Гарри Поттер. Всемирный волшебный лексикон». Субтитры создавал DimaTorzok